здравствуйте дорогие друзья санэпиднадзор предупреждает связи с дождливым летом нас может ожидать лихорадка западного нила санэпиднадзор предупреждает связи с дождливым летом существует эпидемиологическая опасность в липецкой и воронежской областях осенью появятся комары переносящие лихорадку западного нила ожидается теплая и затяжная осень с обилием осадков рекомендуется защищать кожу плотной одеждой следить за емкостями для воды на дачных участках но эволюционно на человека эта инфекция не рассчитана летальность низкая и течение чаще бессимптомная этиология и эпидемиология лихорадки западного нила лихорадка западного нила это острое трансмиссивное вирусное заболевание которое передается комарами протекает с высыпаниями на коже и вызывает серозное воспаление мозговых оболочек этиология возбудитель это фляви вирус вирус западного нила содержит рнк имеет диаметр 40 60 нанометров сферической формы обладает гемагглютинирующими свойствами резистентность во внешней среде длительно сохраняется в замороженном и высушенном состоянии инактивируется при температуре выше 56 градусов цельсия в течение 30 минут также инактивируется эфиром эпидемиология резервуаром возбудителя лихорадки западного нила являются птицы и грызуны а переносчики комары и реже иксодовые клещи сезонность июня по октябрь когда наиболее благоприятные условия для развития комаров возраст это молодые люди в 95 процентов случаев в течение бессимптомная в российской федерации в 2010 году была вспышка волгоградской области в ростовской и астраханской областях летальность составила полтора процента ежегодно регистрируется от десяти до пятисот случаев в год клиника и диагностика инкубационный период в среднем три шесть дней начало острое с температурой до тридцати девяти градусов и ознобом резкими головными болями лихорадка длится 5-7 дней на высоте интоксикации многократная рвота а на теле возникает сыпь у 50 процентов больных симптомы серозного менингита лабораторная диагностика во-первых это серологические реакции реакция торможения гемагглютинации реакция связывания комплимента реакция нейтрализации во-вторых это культивирование вируса при внутримозговом заражении белых мышей с последующей идентификации с помощью реакции иммунофлюоресценции профилактика и лечение вакцины нет необходимо предупреждать укусы комаров лечение проводится в стационаре по синдром на